Продолжаем выпуск. Более 60 миллионов россиян принимают участие во всероссийской тренировке по гражданской обороне. Началась она сегодня утром во всех субъектах федерации. Для каждого разработаны индивидуальные легенды с учетом рисков, характерных для той или иной местности. В Кабардино-Балкарии тренировка началась с сигнала оповещения руководящего состава. Продолжит наш спецкор Сафар Гириев. Сиренное оповещение АЧС сегодня звучит по всей стране. Исключением стал лишь Дальний Восток. Людей, только что переживших не учебное, а реальное бедствие, решили не беспокоить. Все остальные регионы мобилизованы на всероссийскую тренировку. Уже второй год подряд, в день рождения сил гражданской обороны, население и власть учатся действовать в условиях войны или чрезвычайной ситуации. Контролирует процесс министр МЧС. Цель учения Владимир Пучков разъяснил сегодня на селекторном совещании. В Нальчике доклад главного спасателя страны слушали члены республиканского Кабмина. Сегодня в соответствии с решением президента Российской Федерации мы проводим всероссийскую тренировку по гражданской обороне. К работе привлекаются руководители и службы на федеральном уровне. В ходе учения будут отработаны практические мероприятия, а также повышен уровень готовности и органов управления, и сил для выполнения задач гражданской обороны. В целом, для выполнения практических мероприятий в стране будет задействовано более 12 миллионов человек. Впрочем, старт учения в Кабардино-Балкарии был там несколькими часами раньше, в Доме правительства. Прежде чем перейти к разбору рабочих моментов, исполняющая обязанности премьера республики Ирина Марьяш поздравила личный состав чрезвычайного ведомства. За эти годы чрезвычайного ведомства произошел путь от корпуса спасателей до мощной и эффективно работающей структуры. Создан коллектив единомышленников, готовых выполнить любую задачу. Конкретизировал задачи ответственного за готовность всех звеньев системы гражданской обороны руководящего состава уже начальник республиканского управления МЧС. Сергей Шагин озвучил легенду учений, которая, кстати, в каждом регионе страны своя. В КБР это условное землетрясение, которое произошло в Терском районе. В результате землетрясения получили повреждение нефтехранилища, повреждено 13 социально значимых объектов, из них 3 социально значимых объекта разрушены полностью, частично. Произошло разрушение 45 домов и полное разрушение 19 домов, включая многоэтажные. Пострадало 347 человек, погибло 223 человека. Цели учебные поставлены, ответственные за выполнение определены и приступили к ликвидации последствий условного землетрясения. Сейчас они отправились проверять готовность эвакуационных пунктов и постов радиационного, химического и биологического наблюдения. В рамках сегодняшних учений будут отработаны такие элементы гражданской обороны, как оповещение, эвакуация населения, работа объектов экономики в сложных условиях, ликвидация червячайных ситуаций техновенного и природного характера. При этом для каждого из регионов страны будет разработан свой сценарий действий, исходя из особенностей территории. Основная цель всероссийской тренировки – помочь выявить слабые проблемные звенья в системе гражданской обороны и определить пути их устранения. Сафар Гиреев, Анатолий Гереко. Вести Кабардино-Балкария.